Дорогие братья и сестры! И вот, как уже было сказано, проповедь наша сегодня и тема нашей проповеди, она стремится к тому, чтобы ответить на этот очень важный центральный вопрос христианства, который заключается в следующем. Что это такое Евангелие? И больше этого, какое Евангелие влияние должно сегодня иметь в жизни каждого из нас? Как Евангелие должно действовать сегодня в жизни твоей и моей? И я благодарен брату Тимофею, который в первой проповеди вот открыл вот эти очень важные истины в том, что Господь, Он возлюбил нас тогда, когда мы были во вражде с Ним. Он возлюбил нас, как Отец любит своих детей. И действительно, это великое благословение не только в том, что, получив спасение от Господа, мы становимся новым творением, но что сегодня мы можем и называться, и быть детьми самого Господа Бога. Слава Господу за это, братья и сестры! И вот сегодня как-то продолжают эти мысли сейчас о том, что является Евангелие, о том, как мы должны жить, соответственно, Евангелию. Я желаю найти этот ответ или предложить этот ответ сегодня в одном месте Писания, которое мы избрали для сегодняшней темы. Это место Писания будет записано в послании к Ефесянам, в главе 2. Мы будем читать с 1 стиха до 10. Мы отчасти уже читали это место Писания, но я желаю опять-таки повторить его. И перед тем, как мы начнем, я хочу, ну, согласиться с тем, я думаю, все мы понимаем, что мы, которые приняли Иисуса Христа в жизни своей, спасителем своим, мы, может быть, думаем, что это истина Евангелия, о том, чем является Евангелие, но это простая истина, это то, с чем мы уже знакомы, что мы хорошо знаем. Но, дорогие братья и сестры, я уверен в том, что вы уже на опыте своей жизни знаете, что каждый раз, когда мы вникаем в любую истину, даже кажется самую простую, когда мы размышляем глубже о ней, всегда Господь открывает нам новые части или грани этой истины, чему-то новому научает нас о том, как нам правильно жить, жить на этой земле. И давайте сейчас обратимся к этому месту Писания и прочитаем его вместе, чтобы начать сегодня наши рассуждения. Итак, послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. Здесь апостол Павел, или Господь, Бог через него говорит слова следующие. Что и вас, то есть нас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе и на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Аминь. Вот такие чудесные слова говорит апостол Павел, и даже, знаете, в этих 10 стихах, я думаю, он раскрывает почти в целом, что является Евангелие в жизни каждого из нас. И вот сейчас, рассуждая об этой истине, о том, что говорит здесь апостол Павел, давайте мы начнем с того, что мы обратим наше внимание на первый стих. Апостол Павел говорит, что мы, будучи без Христа, когда мы не имели спасения Христова, мы были мертвы по преступлениям и грехам нашим. И вот как-то я размышлял об этой истине, братья и сестры, и, может быть, кто-то может сказать, ну, а каким образом мы были мертвы? Ведь мы все-таки были живы до того, как мы узнали Иисуса Христа. Мы жили на этой земле, и после нашего того, как мы покаялись, получили спасение, мы тоже продолжаем жить. Что это значит, что мы до нашего спасения, до дня нашего покаяния, были мертвы? И вот для того, чтобы нам ответить на этот вопрос, братья и сестры, нужно, я думаю, вернуться совсем в глубокую древность, к самому началу книги Бытия. И вспомнить все-таки тот день, когда Господь, Он создал Вселенную, Он сотворил человека. Написано, что Господь Бог сотворил человека по образу и подобию Своему. Сотворил Адаму и Еву. И потому что человек имел этот образ, это подобие Божие, человек, он был безгрешный в тот день. Он был святой, он был бессмертный человек, был создан, чтобы жить вечно, он не умирал. И больше этого, человек, так как он был святой, безгрешный, он мог лицом к лицу говорить с Господом, Богом Своим. Он мог иметь общение с Творцом Своим. Но мы читаем, что проходит время, и человеку не послушался Бога своего, он вкусил от этого запретного плода, который Господь запретил ему вкушать. И потом мы читаем о том, что грех, он входит в человека. И вот мы видим, что этот грех, он приводит с собой определенные последствия. И последствия греха, они следующие. Первое последствие, оно заключается в том, что человек теперь становится отделенным от Господа Бога своего. Мы читаем, что Бог, он приходит в прохладе дня, чтобы общаться с Адамом, и он взывает, Адам, где ты? Бог, конечно, знает, что Адам согрешил. Адам и Ева, мы читаем, что они делают? Они прячутся, да, они прячутся от Господа Бога своего, потому что они уже не могут быть в общении с Ним. Они не могут смотреть Господу в лицо. И действительно, мы читаем много раз в Писании о том, что святость и совершенство Господне, оно настолько велико, что Господь, Он не может терпеть греха, несовершенства ни в ком. И даже если человек грешный бы мог посмотреть на лицо Господня, он не смог бы остаться живым, потому что Господь Бог, Он не может терпеть греха. И поэтому человек, когда он согрешил, он потерял навсегда теперь это общение с Господом. Да коли Господь бы сам не смог возобновить это общение. Второе мы читаем, что еще одно последствие греха заключалось в том, что этот грех теперь испортил саму природу человека. То есть человек, когда согрешил, его природа сама теперь стала испорчена грехом. И мы это уже видим на первых страницах Писания, что рождаются первые вот эти сыновья, Каин и Авель. И уже видим, что в Каине есть вот эта зависть, вот эта ненависть к брату своему. Он совершает кровопролитие, убийство, вот эта вражда против Господа. Уже с первых людей видно вот эта испорченная природа человека. И знаете, этот грех, он передается потом от рода в род, от поколения в поколение. И уже спустя многие поколения человек, и мы увидим, они полностью испорчены грехом. Вот человек уже с рождения растет, и мы уже видим, что в нем есть нечистые желания, грешные чувства, грешные склонности. Это грех, который испортил природу нашу. И больше этого мы читаем, что не только природу нашу испортил грех, но что грех человеческий испортил также природу земли, вселенной. Это земли, на которой мы живем. Потому что мы читаем, что Господь говорит, после того, как согрешил Адам в книге Бытье, что проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни своей. То есть сама земля теперь испорчена по причине согрешения человека. И мы действительно можем наблюдать это сегодня, когда мы видим вот эти все стихийные бедствия, которые творятся в мире. И мы видим, что люди испытывают голод, страдания, болезни. Кто-то бывает думает, неверующие люди часто бывают так вот говорят, но если Господь бы существовал, тогда не было бы страдания и зла в мире. А раз есть страдания и зло в мире, значит нет Господа. Но это неправильное мышление, братья и сестры, потому что Господь не желал человеку ни страдания, ни зла, но человек, потому что он согрешил, он своим грехом сам навлек на себя все это. Он отделил себя от Господа, и поэтому навлек на себя все вот эти и страдания, и болезни, и все это зло. И последнее последствие греха, такое самое большое, это была смерть. Потому что в тот день, говорит Господь, в который ты, Адам, вкусишь от этого дерева познания добра и зла, что случится? Смертью умрешь. Человек уже стал смертным, он до этого не был смертным, но теперь грех вошел в человека, и человек, он даже с того дня, как он рождается, с того дня, как Адам согрешил, да, может быть, мы проживем наши... Адам прожил там более 900 лет, мы проживем наши 70-80, кто больше, кто меньше. Но с нашего рождения уже начинают сыпаться эти песочные часы жизни каждого человека, потому что каждый человек уже является или рождается на этой земле для того, чтобы в какой-то день умереть. Смерть – это наказание за грех, который живет в нас, и каждый человек теперь, он обречен на смерть. И далее, потом мы читаем в этом завете, что настал день, когда закон Божий был дан через Моисея народу израильскому. Этот закон, он очень ясно указывал нам, чтобы нам быть праведными перед Господом, что нужно было делать, как можно было поступать, как нельзя было поступать, что можно было там делать, что нельзя. Указывал нам, какие жертвы приносить для того, чтобы очистить себя от того или другого греха, да. И вот, казалось, наконец-то появилось что-то, что может спасти меня от человека и сделать меня праведным в очах Господа. Вот если я исполню весь этот закон в полноте, я могу быть праведным в глазах Божьих, может быть, наконец-то я смогу получить жизнь вечную с ним. Но, увы, мы читаем, что этого не произошло. Почему? Потому что апостол Павел говорит, что если бы этот закон мог животворить, если бы этот закон мог дать нам жизнь вечную, то подлинно или напрасно была эта праведность от закона. Почему? Потому что в конечном итоге все-таки никто из людей в полноте этот закон исполнить не смог. Как бы мы ни старались, никто его исполнить не смог. Почему? Потому что говорит нам Яков 2 главе 10 стихе, что кто соблюдает весь закон и согрешит только в одном чем-нибудь, может быть, какая-то маленькая погрешность, написано, тот становится виновным во всем законе, да? То есть, представьте себе, я самый правильный человек, может быть, все делаю правильно, но в одном чем-нибудь я не усмотрел, да, что-то, согрешил. И все, пред Господом я уже ничем не лучше, чем человек, который полностью нарушает все заповеди закона. Я нарушил весь закон, я стал грешным пред Господом. И действительно, нет такого человека, который смог бы исполнить весь закон, потому что, опять-таки, эта грешная природа, она вживет в нас. И все равно каждый из нас, как говорит Яков, мы все много согрешаем. Кто-то согрешает в слове деда, кто-то в деле, кто-то помыслил что-то неправильно, кто-то позавидовал кому-то, все мы согрешаем. И потому что все мы согрешаем, говорит апостол Павел, делами закона, он говорит, не может оправдаться никакая плоть. Почему? Потому что нет праведного ни одного на этой земле, говорит апостол Павел. Послание к римлянам, 3 глава, 10 стих. Нет праведного ни одного в глазах Божьих. И в 23 стихе он говорит, потому что все вы, все согрешили и все лишены славы Божьей. И вот знаете, кто-то, может быть, подумал, что, ну ладно, хоть не делами закона бы я спасся, но написано в законе, что можно жертвы было приносить за грехи свои. Ну знаете, как печально, даже этих жертв не было достаточно, чтобы полностью очистить человека от греха, потому что мы читаем послание к евреям, 10 глава, 8 стих, что ни жертвы, ни приношения, ни все сожжения, ни жертвы за грех, который приносится по закону ты, то есть Господь не восхотел и не благоизволил. То есть этих жертв не было достаточно, чтобы омыть нас, очистить нас и даровать нам жизнь вечную с Господом. Вот в таком, знаете, мрачном состоянии находился человек. И даже этот закон, который, казалось бы, мог бы спасти человека, вместо того, чтобы спасти нас от грехов наших, он, наоборот, заключил всех нас под грехом. Этот закон, наоборот, открыл, что все мы являемся грешники, погибшие в глазах Божьих, ибо наказание за грех написано смерть. В таком мрачном, невыходном положении находился человек, дорогие братья и сестры. И именно об этом, я думаю, говорит здесь апостол Павел, когда он говорит, что мы все, какими бы мы хорошими ни были, мы были мертвы по преступлениям и грехам нашим. И вот размышляя, я думаю, ну вот если человек был бы на такой вот негодный, такой вот был, враждовал с Господом, грешный такой был, но Бог мог бы просто сказать одно слово, да? И человек бы вообще стерся с этой земли, и не было бы больше грешного человека на этой земле. Это не было бы сложно Господу, я думаю, Господь мог бы сказать еще одно слово, и создал бы себе нового человека, безгрешного, святого, который бы не огорчал уже Творца своего. Но мы видим, что Господь, Он так не поступает. Но мы видим, что, как говорит нам апостол Павел, что Бог, в 4 стихе, это послание Кефесяна, 2 глава, что Бог, богатый милостью к нам, по своей великой любви, которую Он возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, Он оживотворился Христом. И в 6 стихе, и Он воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть, Господь Бог, Он смотрел на нас, людей, таких вот ничтожных, погибших, которые были во вражде с Ним, которые согрешали. Написано, что Он святой, Он не может терпеть греха. По справедливости Божьей все мы были обречены на смерть. И вот почему-то Господь, Он настолько возлюбил свое творение, Он захотел его спасти. И видел, Господь, что единственный выход, это через то, чтобы взять Сына Своего Единородного Иисуса Христа, безгрешного святого, и отдать Его в жертву за грехи наши. Только через это человек мог спастись. И действительно, мы читаем о том, что, когда пришла полнота времени, Господь, Он посылает Своего Единородного Сына Иисуса Христа на эту грешную землю. Иисус Христос, Он становится человеком. Он ходит среди нас, Он общается с людьми, вырастает как человек. Люди тогда не знали, что это был Бог во плоти, который ходил среди них. И вот Господь Иисус ходит, и Он смотрит на это страдание человека. Он смотрит, насколько низко пал человек. Ему жалко становится ему. И поэтому Господь Иисус Христос при жизни своей, Он всегда благотворил людям, Он исцелял их от болезни, Он кормил голодных, Он освобождал людей от нечистых духов. Господь Иисус Христос, Ему было жалко того, что человек, Он обречен на смерть, на погибель. Он проповедовал людям эту Евангелие, эту благую весть, потому что Он желал, чтобы все люди получили спасение. И потом, по окончанию своего жизненного пути, мы читаем о том, что Иисус Христос, Он претерпел эти страдания, этот крест, это мучение, и умер. Он отдал Себя в жертву за грехи каждого из нас, дорогие братья и сестры. И знаете, в глазах Божьих эта жертва Иисуса Христа, Сына Его, она была настолько велика, настолько драгоценна, что Господь Бог, Он увидел, что этой жертвы достаточно было. Достаточно было этой крови Иисуса Христа, чтобы теперь омыть грех каждого человека от всякого греха. И теперь для того, чтобы нам получить это спасение в Иисусе Христе, апостол Павел говорит, мы только должны сделать одну вещь. И мы читаем об этом в послании к римлянам, в 10 главе, в 9 стихе, апостол Павел говорит, что мы должны, во-первых, устами своими исповедовать Иисуса Господом, и потом еще сердцем своим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых. И тогда мы спасемся. Вот такой подарок подарил нам Господь, настолько Он возлюбил нас, но отдал Сына Своего Единородного в жертву за грехи наши, чтобы подарить нам это спасение, дорогие братья и сестры, чтобы спасти нас от этих оков греха, чтобы спасти нас от вечной погибли и смерти. И в этом именно заключается центральная мысль и основная истина Евангелия в том, что Господь возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, и даровал нам это спасение через жертву Иисуса Христа. Слава Господу за это, братья и сестры! И знаете, что апостол Павел на этом не останавливается, но он еще добавляет к этому, что Бог это сделал только по Своей великой милости, по Своей великой любви и по Своей великой благодати. Апостол Павел говорит в 8 стихе, что «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, а Божий дар, не от тел, чтобы никто не хвалился». Павел почему-то почитал, нужно подчеркнуть, что это спасение, которое мы получили в Господе, это только по благодати Божьей мы получили его. Он думает, наверное, ну, чтобы кто-то не подумал, что потому что я человек такой хороший, праведный, может быть, я был мертвый по преступлениям, грехам, но все равно я был хороший человек, я желал служить Господу, и поэтому Господь меня спас. Не поэтому, говорит апостол Павел, говорит, не по нашим делам, не потому что мы сделали, не потому что мы такие хорошие были. Он говорит, что это только было по благодати Господа Бога нашего. И знаете, чтобы... Однажды я слышал пример от одного проповедника, который очень хорошо, ну, я думаю, открывает, насколько была велика эта благодать, которую подарил нам Господь, или проявил к нам Господь в спасении от грехов наших. Этот рассказ, он заключался в следующем, что был однажды один человек праведный, такой праведный, хороший христианин на этой земле, который закончил свой жизненный путь и отошел в вечность. И вот он стоит у ворот уже небесного Иерусалима, у ворот жизни вечной, и перед ним стоит очередь такая, да? И вот у ворот, он видит, там стоят апостолы, и апостол Петр там стоит. Ну, это опять-таки просто рассказ, пример, да? И он слышит, кто-то говорит, что для того, чтобы войти в эти врата, в этот город Иерусалим, нужно иметь как минимум тысячу пойнтов. И он как-то обрадовался, думает, ну, я точно как минимум тысячу добрых дел сделал в жизни своей. И он уверен в том, что он спасется, и он бежит вперед к линии, подбегает к апостолу Петру и говорит, я готов дать отчет за жизнь свою. Потому что опять-таки уверен он, что он эти тысячу пойнтов наберет. Апостол Петр, он удивленно немножко смотрит на него, говорит, ну, хорошо, расскажи мне о жизни своей. И он начинает рассказывать, как он от своих ранних лет до своей смерти всегда посещал все служения, он много служил Господу, он молился, он пел в хоре, он там проповедовал, он миссионерствовал, евангелизировал людям, столько много служения для Господа сделал он. И он перечисливает две тысячи дел или служения, которые он делал для Господа, ну, чтобы уже быть уверенным в том, что он наберет эти тысячи пойнтов, да. И апостол Петр выслушивает его, и он говорит, да, ты человек особенный, таких, как ты, мы тут редко встречаем. А я думаю, из-за всего этого мы можем тебе, как минимум, ну, точно дать один поинт. Да. И человек как-то в щеке думает, ну, как это, я только что перечислил все, что я делал, а мне только один поинт дали. И вот он думает, думает, ну, надо было, наверное, сказать еще о том, что я делал помимо церкви, что я был, ну, праведным человеком в жизни. И он начинает рассказывать Петру о том, что он еще помимо своего служения был праведный и благочестивый в своей жизни, что он всегда помогал бедным, кормил голодных, что он помогал тем, которым нужно было старичкам перейти через дорогу, что никогда вдову не оставлял в нужде, и перечислил уже пять тысяч добрых дел, которые он сделал, помимо своего служения в церкви. И апостол Петр выслушивает его и говорит, да, я говорю тебе, ты очень особенный человек, мы очень редко таких видим здесь. Я думаю, что из-за этого мы точно можем тебе дать, ну, наверное, еще один поинт. И вот опять человек этот стоит, как-то недоуменнее, говорит, я уже перечислил все, что я сделал в жизни своей, а мне за это дали только два поинта. Мне еще 998 поинтов нужно набрать, чтобы войти в этот город, Иерусалим. И вот он немножко обиженный, потом вскрикивает и говорит, ну, а как вообще возможно человеку, как разве только по благодати Божьей, войти в этот святой город? И вот он понял ответ, да, в том, что только по благодати Божьей человек может войти в этот святой город. Никогда мы своими добрыми делами, даже если бы мы всю жизнь, казалось бы, были такие праведные людьми, тысячи добрых дел сделали, никогда этого не будет достаточно, чтобы заработать нам ход в Царство Небесное, чтобы заработать нам это спасение, которое дарует нам Господь Иисус Христос. Но мы только получаем это по благодати Божьей. И как говорит апостол Павел, это дар Божий. Итак, братья и сестры, сказав теперь все это, я хочу задать вам вопрос. Это основная истина Евангелия. Но Евангелие, оно заканчивается этим, что мы теперь, которые были мертвы в грехах наших, получили спасение в Иисусе Христе. И на этом все, да? Или есть что-то еще, продолжение Евангелию? Есть продолжение, да? Почему? Потому что если бы на этом было все, но я думаю, тогда бы в тот день, когда каждый из нас покаялся, примирился с Господом, получил спасение, Господь бы нас сразу восхитил на небеса, и мы уже там жили бы вечно с Ним, потому что, ну, если бы в этом только заключалась Евангелие, а что еще нужно? Но мы видим, что есть причина, почему мы продолжаем еще жить на этой земле. И эту причину открывает нам апостол Павел в этом последнем стихе, который мы прочитали в стихе 10. Он говорит, что мы теперь, которые получили спасение от Господа, мы стали Его творением. То есть мы новое творение теперь в Господе. Мы имеем в себе новую божественную природу, потому что мы являемся детьми Божьими. Мы теперь новое творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это очень важная истина, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. В этом заключается и ответ, почему мы продолжаем жить на этой земле. Господь, Он подарил нам новую природу. В день нашего спасения мы стали новым человеком в Иисусе Христе. И Господь оставил нас на этой земле, чтобы мы теперь делали добрые дела, чтобы мы совершили этот христианский путь, который определил для нас Господь. И знаете, в последующей неделе мы больше будем говорить в проповедях наших о том, какие добрые дела мы должны делать в жизни своей. Более подробно будем говорить о том, как нам именно жить жизнью, которая соответствует Евангелию. Но сейчас, как бы уже, подходя к концу своей проповеди, я хотел просто обратить внимание на один стих. Один стих Писания, который, я думаю, очень ясно указывает нам три основных действия, которые призывает нас сегодня Иисус Христос, чтобы мы могли исполнить и жить, соответственно, Евангелию. Этот стих будет Евангелие от Луки, 9 глава. Мы будем читать стих 23. Давайте вместе прочитаем его. Здесь Господь Иисус Христос, Он обращается к ученикам Своим, и мы, которые спасены в Господе Иисусе Христе, мы принимаем Его как Господа, как Учителя, мы являемся учениками Христа, поэтому Господь Иисус Христос здесь также обращается к нам, и Он говорит, «Если кто хочет идти за Мною, во-первых, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Вот к этим трём, троим действиям призывать сегодня нас, Господь Иисус Христос, для того, чтобы мы могли исполнить или жить, соответственно, Евангелию. Но что эти три действия значат в жизни нашей? Первое действие, которому призывает нас к Господь Иисус Христос, это к тому, чтобы мы отвергнули себя. Что это значит, дорогие братья и сёстры, чтобы отвергнуть себя? Это значит, во-первых, отказаться от своего ветхого человека. Вот как Иисус Христос умер и воскрес из мёртвых, вот таким образом мы тоже должны, даже в этой жизни подобным образом умереть для греха и ожить, чтобы жить новою жизнью для Господа. Мы должны... Этот ветхий человек наш, который был погрязший в грехах, в похотях своих, он должен быть погребён со Христом. И мы должны обновиться умом своим, преобразиться в образ Христов, стать новым творением Господи Иисусе Христе. Что это значит практично? Это значит, что если я прежде делал грех, если я был вор, крал, впредь не кради, наоборот, благотвори другим людям. Если прежде я говорил слова нечистые, теперь только слова благие должны исходить из уст моих. Если я прежде обманывал, теперь я должен говорить правду. И подобным образом, все грехи, которые я делал раньше, я должен отказаться от них. Я должен освободиться от этой грешной природы, чтобы теперь жить в обновлённой жизни для Господа, ибо я стал новым творением в Иисусе Христе. Отвергнуться от себя – это значит также отказаться от всего того, что было ценно раньше в жизни моей, когда я не имел Христа. Апостол Павел говорит, что он, всё то, что раньше для него было преимуществом, он теперь, почитая, читаю, потому что по сравнению с Иисусом Христом это всё не имеет никакого значения. Подобным образом, братья и сёстры, это не значит, что мы должны полностью отвергнуть всё, но просто понять, осознать, что все наши достижения, всё наше богатство, все наши приобретения, может быть, наше образование – это всё ничто по сравнению с того, что мы имеем в Иисусе Христе, и мы должны быть готовы расстаться со всем этим ради того, чтобы следовать за Христом. И последнее, что значит отвергнуться от себя, братья и сёстры, это значит то, что если Господь призывает нас к чему-то, то я должен всё-таки отказаться от своего «я». Если Господь призывает меня сделать определённое служение, я не должен сразу мыслить, ну, а будет ли это удобно мне, а может быть, это трудно мне, но вообще, как это, возможно будет или нет. Но если Господь призывает меня к служению, я должен отвергнуть себя и согласиться на это, и служить Господу с верою, что Он поможет мне это служение совершить. И дальше мы читаем, что мы должны взять крест свой. Этот крест, дорогие друзья, это христианский путь, по которому идёт каждый христианин, потому что Господь Иисус Христос, когда Он дарует нам спасение, Он говорит, «Да, я спасаю вас от оков греха, от жала смерти, я дарую вам жизнь вечную, я спас вас от власти лукавого». Но Господь никогда не обещает нам, что Он спасёт, избавит нас от всех болезней, от бедности в этом мире, от, возможно, каких-то потерь, переживаний, трудностей, испытаний. Этого не обещает Господь. Иисус, Он, наоборот, говорит, что вы будете испытывать трудности в жизни своей, если вы следуете за Мною. Он говорит, «Меня гнали, и вас будут гнать». Он говорит, что вы будете иметь испытания в жизни своей. И действительно мы видим, что христианский путь наш, он является трудным, он является тернистым. Трудно следовать за Иисусом Христом. Есть много испытаний, бывают болезни, трудности и потерь, которые мы должны испытать в жизни своей. Но Господь Иисус Христос говорит, «Если вы хотите идти за Мною и быть Моими учениками, вы должны взять этот крест и с верою в Меня следовать за Мною твёрдо». К этому призывает нас сегодня Господь. И последнее, что Он здесь говорит, Иисус Христос, это то, чтобы мы следовали за Ним. И знаете, вот тут, чтобы как-то в пример показать, что значит следовать за Господом, вот вспоминаю один пример некоторого отца и сына его. Это было уже в старое время, прошлое. Какой-то отец некоторый, он пахал своё поле, и он хотел научить своего сына молодого, как правильно пахать поле. Вот он обращается к своему сыну, и знаете, это были те дни, когда тракторов не было, был вот этот бык, на которого полагался этот плуг, да, и вот человек держал этот плуг, и он рыл вот эти аллеи в земле. Это была очень трудная работа, в эти аллеи потом сыпали семена. И вот обращается отец к своему сыну, и он говорит, что, знаешь, в чём заключается секрет? В том, как делать очень такие прямые аллеи на поле, когда ты пашешь. Он заключается в том, что тебе нужно всегда иметь определённый ориентир, иметь какое-то дерево, может быть, предмете, какой-то камень или столб, и смотреть на него, и не уклоняться от него, ни налево, ни направо, не сводить с него глаз, и тогда вот эти аллеи, они будут очень прямыми. Говорит, ты понял, сынок? Говорит, да, понял, папа. Говорит, хорошо, вот так и делай. И ушёл папа. Потом приходит в конце дня и смотрит, какую же работу сделал его сын. И смотрит вот эти аллеи, но они ходят влево и вправо, и такие кривые на поле. Он берётся за голову и говорит, сынок, ты помнишь, что я говорил тебе о том, что тебе нужно иметь ориентир, когда ты эти аллеи вырываешь или пашешь? Сын говорит, а я имел его. Он говорит ему, ну и на что же ты ориентировался, когда ты пахал? И сын говорит, на козу. Да. И вы поняли, да, вот коза она ходила взад-вперёд, и сын за ней ехал, да, и вот получились вот эти аллеи все кривыми. И какой хороший урок для нас сегодня, братья и сёстры, что мы тоже в жизни своей должны иметь определённый ориентир, на который мы всегда должны смотреть, с которого мы никогда не должны сводить наши глаз. Этот ориентир является Иисус Христос. Вот что значит следовать за Господом. Это значит всегда видеть перед собой Господа Иисуса Христа. И во всяком деле, который бы я ни делал, во всяком слове, который бы я ни говорил, в любом решении, который бы я ни принимал, я всегда должен думать, а как бы сейчас поступил на месте моём Христос? Или я должен молиться Господу, спрашивать Его, открой мне, Господь, как мне сейчас поступить в этом случае? Я верю, что Господь откроет. Следовать за Господом, это значит, что нет нужды сейчас мне иметь какой-то список правил или закона, по которому мне нужно действовать, который бы указывал мне, что можно кушать, что нельзя, как одеваться, как расчесываться, как постригаться, да? Нет нужды в этом, потому что если я следую за Господом Иисусом Христом, если я всегда смотрю на Него и спрашиваю Его, как мне поступать в жизни, сам Господь Иисус Христос откроет мне всё это, нет нужды в этом списке, братья и сёстры. Если я следую за Господом, это значит, что я преображаюсь в образ Христов, это значит, что я стараюсь в жизни своей стать подобным Христу, я стараюсь поступать, как поступал Христос, я стараюсь иметь те чувствования, которые имел в себе Иисус Христос. И знаете, Иисус при жизни своей, когда Он был на этой земле, мы читаем, Он уделял внимание людям, оставленным в этом мире, Он помогал бедным, Он кормил голодных, Он населял больных, и мы тоже сегодня призваны делать так, если мы следуем за Иисусом Христом, мы тоже должны уделять внимание нищим людям на этой земле, благотворить людям. Мы слышали сегодня приглашение, чтобы помочь нуждающимся в Украине, если мы имеем в себе чувствование Христово, если мы следуем за Ним, братья и сёстры, мы не останемся равнодушными, когда мы видим, что есть люди, которые голодают в этом мире, мы будем склонны, мы будем иметь желание помочь им. И последний Иисус Христос, когда Он находился на этой земле, Ему было жалко того, что люди, они погибают в грехах своих, и поэтому Господь, Он непрестанно проповедовал им, проповедовал им путь спасения. Если мы имеем в себе чувствование Христовы, если мы осознаем, насколько велика эта милость, любовь Божья, насколько велика радость, которую получили мы через спасение, мы тоже не будем оставаться равнодушными, когда мы будем видеть людей, друзей наших, близких, которые погибают в грехах своих, потому что они не знают Христа, мы будем чувствовать себя, но вынужденными, чтобы благовествовать им, рассказывать им Евангелие. Да благословит нас Господь в этом, дорогие друзья, следовать за Господом. Да благословит нас Господь, помнить эти истины, помнить, что сделал для нас Христос, помнить то, что мы были мертвы в грехах наших, но что Господь, богатый милостью, только по своей великой любви и благодати дарвал нам спасение, спасение, чтобы мы имели жизнь вечную, и это спасение было через жертву Иисуса Христа. И да поможет нам Господь, чтобы мы, исполняя теперь поручения Евангелия, чтобы мы все-таки стремились к тому, чтобы отвергнуть себя, отвергнуть своего ветхого человека, нести этот христианский путь, этот крест в жизни своей, и чтобы мы твердо следовали за Иисусом Христом. А Господу Богу да будет за все слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Давайте встань и помолимся, дорогие братья и сестры. Дорогой Господь наш, мы благодарны Тебе весьма за то, что настолько Ты возлюбил нас, падших грешников, Господи, что Ты отдал Сына Своего, Единородного Иисуса Христа, в жертву милостивления за наши грехи, и чтобы мы получили спасение, примирение с Тобою. Слава Тебе, Господь! Мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты научаешь нас, как правильно жить на этой земле, Господи. Ты поручаешь нам, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие. Всякой твари, Господи, благослови, чтобы мы смогли сделать это служение верно, чтобы мы смогли преображаться в образ Твой, быть новым творением в Иисусе Христе, и нести свой крест по этой жизненной дороге, чтобы нам дойти до этой вечной жизни и жить вечно с Тобой, Господь. Благослови нас в этом. Тебя мы молим и за все Тебя благодарим, вечный великий Бог. Аминь. Аминь. Аминь.